так прошел час без пяти два и немножко опять проебал я момент до 12 вольт у нас просадка до 10 и 4 вольтика так мы сейчас убираем нашу гирлянду не менее матери пусть она пока остывает и где-то с полчаса сейчас как получится будем ждать пока батарея не наберет максимальное значение по напряжению это позволит нам вытащить сульфаты с середины пластин то есть свежий сульфат во время того как мы разъезжали батарейка покрывалась сульфатом на тех местах которые открыты те места которые закрыты сульфатами вот в этот момент когда батарея набирает напряжение из тех мест которые не покрыты сульфатами естественно в этот момент те сульфаты которые внутри батареи они начинают потихонечку выходить и скажем так расслабляться размягчать мягчать и это нам позволит в дальнейшей работе как можно более тщательно как можно более лучше от них освободиться ну что ж продолжаем нашу эпупею прошу у нас буквально полчасика нрц выросла до 12 6 вольт подключаем батарейку к зарядке и крутим 6 ампер наваливаем 6 ампер продолжаем абсорбировать нашу батареечку зарядом короткое включение продолжим продолжим чуть позже друзья время неумолимо и она заметно незаметно под грибу к одеванию роликов в сторону дома а наш корейский рэкетир все еще напрягает нашу напругу потребляет полным ходом но 809 ампер берет на ночь я оставлять не рискнул даже на этом зарядном устройстве потому как я не уверен что заряд будет вернее ток у нас снизится до минимальных это зарядное устройство каждого устройства есть свои какие-то недостатки у этого есть тоже свой недостаток в том плане что если ток не падает до минималки не как ни о каком буфере разговора быть не может то есть он будет маслать до упора поэтому и вот это маслание она может также привести к негативным последствиям поэтому это зарядное устройство мы отключаем и подключаем вот это вот это зарядное устройство у которой которая переходит на буфер при окончании заряда в 1 ампер так как мы не знаем на каком месте эта батарейка наша остановится рисковать не будем так подключаем скорее всего сразу же перейдет до моментально перешло на буфер и заряд у нас практически не идет оставляем эту батарею на буфере пусть она понежится на таком интимном дозаряде а я на ролике и до дома наш рикетир провел ночь на аппарате искусственного дыхания на буфере это позволит позволила скорее всего будем так думать и надеяться что размягчить перманентные сульфаты которые образовались после длительного простоя и подготовить их к дальнейшей работе так что у нас на нашем китайозе 13 и 6 нрц давайте включим зарядное и посмотрим при каком токе произойдет у нас окончание нашей работы ток стремительно падает 1 1 1 0 0 9 давайте не будем удлинять ролик включусь на остановке тока подключим запись по завершению абсорбации сейчас процессе сделаю еще одну карту годности еще один замер и посмотрим в каком направлении двигается наша работа с начала дня проработал с батареей еще три часа ток устаканил сама ну двух ампер и уже в течение часа где-то стоит на этом значении поэтому абсорбационные мероприятия с ней заканчиваем отвечаем зарядник буквально пять минут тому назад сделал замер плотности и вот такая картина у нас батареи по плотности для сравнения это то что было здесь я по ошибке записал 126 здесь была плотность 120 и сброс у нас в четыре точки между минимальной банка и 6 и максимально максимальная плотность 125 это после того как сделал корректировку водичкой и сделали еще один разряд и основной заряд так теперь мы дадим батарейки часок отстояться это для того чтобы нрц пришло в норму уменьшилось сопротивление батареи и продолжим с ней дальнейшую работу друзья прошло 40 минут отстоя давайте сейчас сделаем замер конвейчиком и начнем уже контролируемый перезаряд так 440 по ену 50 процентов по суху 313 пусковой сопротивление 8 82 нрц 13 19 довольно таки высокая нрц будем двигаться дальше так вот это вот это у нас свободная просто мне сейчас нужно отъехать и чтобы не терять время мы используем его с пользой так подключил подключили клэмпеву и подключаем непосредственно само зарядное устройство выставляем 3 ампера 5 процентов и напряжение 17 вольт напряжение 17 вольт выставляем напряжение 17 вольт выставляем блять эх что за крути очки вот так вот 3 ампера 3 ампера ну вот так пойдет 3 1 ампера и будем смотреть до какого напряжения окончания заряда до гребет наш гибридный рэкетмен рэкетмен несколько вопросов было потому как я не путаюсь в подключении зарядок очень просто каждый из зарядных устройств у меня подвязан видите на резиночку и висит на своем месте также они стоят по порядку легко и просто и очень талантливо пиздец какой скромный так ну что время у нас без 23 начали начинается контролируемый перезаряд у нас эквализейшн спустя 30 минут наш гибридный рэкет рэкетмен дошел до 16 вольт уверенно держит 16 вольт на 3 ампериметриках так ну что продолжаем работу примерно через час полтора может быть вернее по окончанию этого зарядного цикла либо у нас начнет снижаться напряжение либо в МПО нам подскажет что заряд окончен сделаю замер плотности и будем двигаться или наоборот останавливаться дальше будем останавливаться дальше четко сказано после первого дозаряда в самой отстающей банке плотность у нас 1.24 сейчас вытащим плотность с второй отстающей банки вторая отстающая банка 1.25 немножко не фокусируется то есть она у нас первая была теперь попробуем вытащить так вот первая была 1.23 сейчас 1.25 шестая была 1.21 сейчас 1.24 так и давайте первую вторую баночку вытащим которые опережали посмотрим заглянем что там у нас творится вторая опережающая баночка у нас 1.27 давайте глянем на третью третья баночка у нас также 1.27 не фокусируется собака серая ну вот так вот примерно ну мне это хорошо видать так что у нас четвертая баночка 1.24 давайте глянем еще четвертую баночку друзья что и следовало ожидать в четвертой баночке 1.26 то есть дозаряд выровнял немножко у нас плотность на три точки в самой отстающей в остальных поднятие плотности произошло на две точки ну в принципе для первого дозаряда неплохо рабочий день у меня заканчивается хотя друзья дозаряд уже вот только что переступил отметку 50 15 и 8 было снижение на еще шишечку сейчас у нас 15.7 так время до заряда сейчас давайте дождемся 2 часа 38 минут до заряд прекращаем падение на 0.2 вольтика поэтому делаем сейчас давайте сразу сделаем некорректный замер прям моментально все это сделаем на ваших глазах и посмотрим движуху по параметрам так параметрам где мой полет лично они от меня прячутся так подключаем тестерок подключаем тестерок 440 ампер замер некорректный так 51 процент но 1 процент добавился 317 ампер на выходе по пусковому току 869 сопротивление 1388 нрц так что мы будем делать сегодня до заряд я делать больше не буду ставлю затыкаю ну рот само собой заткнул вот эти пробочки и поставим на опять же на буфер оставим батарейку до утра на буфере и завтра продолжим эту ебаву но на сегодня сегодня воскресенье надо одевать ролики идуть домой в принципе всю работу на сегодня запланированную я сделал осталось смазать ролики наш корейский представитель рэкета простоял на буфере 20 почти 23 часа сегодня понедельник и приехал ну вот только что приехал без 15.04 в полчетвертого я прибыл на работу навестить нашего корейца отдать парочку батарейек потому что звонят термитеатр давайте первым делом сделаем замер по тестеру и посмотрим что у нас там с параметрами как видим данные от прежнего замера остались 58 процентов 337 амперчиков по по пусковому току сопротивление 8 19 так давайте сделаем замер плотности отстающей и в опережающей баночке нам этого будет пока достаточно и сделаю сегодня сделаем сегодня еще один дозаряд и посмотрим на то как батарея наша будет продвигаться куда она будет продвигаться продвигаться клиенту в сторону клиента так самая отстающая баночка 126 опережающая баночка у нас 127 с половинкой ну в принципе неплохо баночки практически подравнялись давайте приступим к до заряду так какая у нас был подключен вот мерил 6 баночки 121 где было и в пятой баночке было 125 в принципе я считаю что неплохо так nrc 13 4 подключаем зарядник с теми же настройками ух ты те да не те вот так 3 ампера и будем смотреть до какого напряжения окончания заряда доползет наш корейский друг друг наш рэкет мэн прошло 24 минуты после начала 25 уже после того как начал начали мы вместе с вами очередной дозаряд нрc дошло до 16 1 вольт на 3 ампера и дошло буквально минут через 10 почему так поздно приехал на работу спросите вы ну потому что понедельник у меня выходной всех нормальных людей суббота воскресенье выходные и отдыхают они полные дни я же отдыхаю в понедельник и обычно до двух часов но сегодня проехал по мойкам хотел на улице наступила полный рост долгожданное лето хотел отмыть свою шашвайку но на наших мойках на наших мойках очередь расписана на три дня а наш корейский друг наш корейский друг набирает потихоньку будем надеяться что набирает плотность мы же за этим делом будем мониторить друзья но сегодня зарядная карта легла так через 3 часа 28 минут что падение напряжения на 0,2 вольта и заряд окончен о блять заряд окончен был и заряд окончен нет и заряд окончен они встретились но почему то сейчас заряд окончен исчез у нас при всем при этом наш корейский страдалец получил 10 своих законных амперчиков ампериметриков на сегодня я думаю что это все буду собираться домой 20 минут 8 вспомнил что у меня есть прекрасное ведро и изумительная водичка отмыл свою шашвачку а теперь на ролике и чаду в сторону дома да забыл сказать сегодня никаких замеров мы делать не будем поставлю оставлю на ночь рэкетмена на буфере пусть наслаждается 13 и 8 вольтами до утра а завтра по приезду сделаю замер плотности и естественно с вами и пробьем нашу батарейку на параметре что там покажет конвей сегодня делать ничего не буду встаю встаю на ход да кстати прежде чем встать на ход надо переодеть колготки и на ролики друзья почти без власти 11 кому дня кому утра давайте отключим наш буферный дозаряд и сейчас сделаем мы замер плотности если плотность будет нас устраивать то на этом месте мы с вами и остановимся дадим батарейки отстояться и сделаем замер тестером сделаем замер тестером и подведем итоги нашей работы так вот такая пипетка вот такой вот рефрактометр ну что погнали начинаем с первой банки и закончим шестой первая баночка которая была отстающая 1.27 вторая баночка 1.28 так переходим переползаем к третьей баночке третья баночка 1.28 надеюсь видно да четвертая баночка 1.27 пятая баночка 1.28 и шестая баночка 1.25 почему-то шестая баночка 1.25 закипел чайник чайник отключим чай так записываем 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 шестую баночку 1.25 вот вот в таком порядочке у нас расположилась плотность и разбег у нас между опережающими и отстающими в три точки да на этом месте работу я буду прекращать дадим батарейки сейчас отстояться от двух до четырех часов он привезли мне работку буду делать клеммы полюсные вывода и после того как сделаю полюсные вывода будем записывать решающие нет не решающие заключительные заключительную часть нашего кино прошло почти пять отстойных часов и давайте будем снимать параметры как видим заколотил нашу батарейку работать с ней больше я не вижу смысла это отставание которое в три точки на текущий момент мы его не уберем так по поводу советунов которые советуют сверлить там или там вот привезли батарейку да я согласен здесь есть места оттиски где можно сверлить но я иногда не иногда практически всегда все-таки здесь можно и здесь не вопрос как скажете господа так еще накидываем наш он вы чек канвеюшку бычок мешает разговаривать обычные как видим 62 процента у нас по суху 347 ампер пусковой ток сопротивление 797 и нрc еще 1302 но я думаю на тот момент когда машину буду машина болеть на аккумулятор сейчас минутку кто-то ко мне ломится олег да 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 привет друзья решил сделать дописку или приписку к этому ролику и записываю это уже после того как похлопал по батарее но вставлю это перед окончанием ролика может оно не в тему не в попад будет но свою мысль я все-таки должен был донести чуть раньше в чем проблема проблема в том что наверное многие начнут писать сейчас многие кто-то думать кто-то писать в комментариях да ты блять все делаешь не так не те токи на кататься не то напряжение до которого нужно друзья я не пытаюсь кого-то обучить или рассказать как это написано в книгах в инструкциях во всем прочем я всего лишь навсего делюсь своими методами работы и показываю в своих роликах то как это делаю я почему именно девятью амперами я высаживаю ну я по моему где-то в этом ролике об этом говорил нужно нужно высаживать для того чтобы выровнять плотность по баночкам и для того чтобы высадить нам опережающие банки надо высаживать от 15 до 25 процентов от емкости батареи чтобы это было немножко быстрее как приписано в травмутах как написано в травмутах и как поясняют объясняют некоторые наши уважаемые блогеры для того чтобы повторюсь нам высадить именно те баночки которые у нас опережали изначально поэтому токи будут токи у меня больше заявленных не 10 часовой там 20 часовой разряд а хуй знает какой короче вот такой вот разряд у меня и метод применим опять же либо гибридным батареям вот как в данном случае что хочу сказать про rocket немножко отвлекусь rocket одни из самых хреновых батарей корейских которые попадались мне на моем пути в плане того что не встречал ни одной даже новой батареи rocket именно формата 60 50 75 ампер часов чтобы они батареи соответствовали тем параметрам которые заявил производитель 140 батареи были те более-менее выгребают по параметры по заявленным параметрам вот батареи такого формата как правило не наблюдается у нас этих параметров поэтому считаю их одними из самых худших батарей среди корейских вообще не сторонник корейских батарей кому-то они нравятся но по крайней мере я от них не в особом восторге до попадаются там медали еще несколько фирм которые более-менее вытягивают то что заявлено а в основном так себе на четыре с минусом это первое второе нет по поводу этого метода да этот метод вот который сегодня вы посмотрели или посмотрите досмотрели он применим именно гибридом гибридным батареям и пол гибридом пол гибридные это я считаю тюменские батареи написано кальций кальций но кстати вот за последнее время тюмень больше похоже на кальциевые батареи под потому что они стали лучше разгоняться но и в то же время качество батареи очень заметно и сильно упала что конкретно по тюмени особенно где-то последние полгода наверное чуть больше от батареи я вообще просто я ну не сказать что звезда в шоке ну небольшом ахуе потому что некоторые батареи приходится выращивать клиенты привозят я разворачиваю везите не знаю как будете бодаться с продавцами но сдавайте эти батареи потому что они не вывозят и не вытягивают ну по скорее всего батареи не доформованы по поводу формовки многие задают вопросы в зависимости от производителей от 12 до 18 формовок производитель должен делать когда батареи продаются как горячие пирожки это начиная вот октябрь ноябрь декабрь месяц в это время не вернее не в это время а батареи выпущены в этот период покупать не стоит это касается не только тюмени но и всех остальных производителей на пост советском и нынешнем сангерском пространстве вот все что в принципе я хотел сказать если возникнут вопросы да и напишите по поводу вот этой даты возможно я где-то ну спиздил потому что я честно говоря не уверен в том что я донес по поводу этой даты все мои сомнения сводятся в пользу в пользу зрителей будем так говорить если я где-то не прав поправьте с удовольствием приму эту информацию вот как то так вот такая получилась у нас дописка дописка не дали мне добить мысль но давайте попробуем привезли еще одну батарейку вот с такими показателями не от хорошей жизнью давайте попробуем развить ту мысль которую я хотел до вас донести и постараемся сделать какие-то выводы по результатам нашей работы значит 347 ампер пусковой ток но я думаю 350 есть она по любому после окончательного отстоя доберет и остаток не остаток верни ли это батарейка это должна отработать будет время для того чтобы накопить на новую батарейку и ну смысл покупки батарей в лето я честно говоря не вижу потому что основной износ батареи все-таки летом и при входе в зиму батарейка она будем так говорить войдет уже с износом в один год потому что из 12 6 до 12 процентов батареи изнашиваются и если разделить вот эти 12 процентов максимальных на год то в теплый период батарея изнашивается 8 10 процентов остальной процент идет уже на холодный период времени что по нашему ктц я не сторонник и даже противник контрольно тренировочных циклов и в 95 процентов наверное не в 95 а в 96 и 7 десятых процентов можно обойтись без ктц очень редко очень редко я применяю этот метод на батареях будем так говорить действительно уже безнадежно 1 ктц у нас прошел успешно 2 ктц на мой взгляд был бесполезный второй раз батарею можно было не высаживать и провести сразу после абсорбации провести контролируемый до заряд результат был бы примерно такой же а возможно даже и лучше чем мы высадили но проблема была еще в том что очень большой разброс по плотности в банках и с помощью вот этих разрядов нам возможно в ущерб параметрам нам удалось все таки выровнять плотность по баночкам поэтому друзья судите сами делайте заключение для себя сами для себя лично для себя я свои выводы сделал уже давным-давно и повторюсь что я пользуюсь в очень редких случаях этим методом считаю самым эффективным и самым оптимальным решением в работе с батареями это все-таки статический заряд стабильный статический заряд он приносит гораздо больше эффект и без лишних таких движений ну и в конце ролика что хочу сказать если кому-то зашел этот ролик не поленитесь щелкните по пальцу который там у вас под роликом дизлайки ставить не советую найду и обезврежу а в основном как обычно друзья хочу всем пожелать здоровья благополучия мирного неба над головой мирного и солнечного неба над головой и друзья берегите свои батарейки всем пока